Доброго времени суток, дамы и господа. В тот момент, когда вы сделали старый некраситет, когда вы открыли доступ к старому Накс Рамосу, мы можем приступить к раскатке секретов этого замечательного рейда. Для начала нам, само собой, нужно собрать крюк. Но, я думаю, стоит поговорить о том, какие вообще секреты мы будем вылутывать, и нужно ли нам это. Первый имеющийся секрет — это конь отвага. Второй — это рецепты, которые позволят крафтить Т3. Но суть в том, что рецепты для создания Т3-сета могут покупать только те игроки, у которых имеется достижение под названием Дары Смерти. Дары Смерти — это достижение, которое давалось за сбор полного Т3-сета. Третий пункт — это сбор страниц для достижения под названием Обойдемся без Вильгельма с целью открытия рецептов для всей учетной записи на создание комплекта под названием Погибель Сапферона. Собрав все странички, мы получаем достижение, и скрафтив сет, мы тоже получаем достижение. Четвертый пункт — если же мы все-таки нашли человека, который сможет нам прокрафтить Т3-сет, то нам все равно придется производительствовать с мопчиком, к которому можно забраться только с помощью крюка и закупить у него предметов почти на 3 миллиона золота. Само собой, по каждому этому пункту в дальнейшем будет видео. Просто нужно немножко времени с целью того, чтобы все это собрать и показать не какую-то пустышку, а собрать все воедино, сделать хороший видосик. Если вы хотите вылутать хотя бы какой-то из этих пунктов, то, само собой, собираем крюк. Для сбора крюка нам потребуется... Первый предмет — крюк поганища. Вылавливается в паучьем квартале в зеленой жиже. Как только входим в квартал, сразу же будет этот водоем зеленой слизи. Второй объект падает с форлины Великой Вдовы. Это набор для шитья. Завершающий третий объект под названием крюк кадавра находится в комнате с пуджиками. В тот момент, когда мы идем к лоскутику, справа рядом с чаном висит этот крюк. Собрав три предмета, мы объединяем и получаем крюк синего качества. И в тот момент, когда мы будем с помощью крюка запрыгивать к мопцу, нам нужно будет его пробудить. И с целью того, чтобы пробудить мопца, нам потребуется Святая Вода Стратхольма, 20 камней Захватчика Плети, которые мы можем добыть с боссов Стратхольма и Некраситета. Также потребуется 5 камней Оскренителя Плети, которые добываются с боссов Наксрамаса. Не думаю, что это будет проблема, так как мы продвигаемся по боссам и наберем спокойно эти камушки. Три темные руны, которые можно спокойно купить на аукционе. И один черный кофе. Нужно приготовить, сварить, пойти. На самом деле, просто купить у торговца или на аукционе. Подготовив нужные реагенты для пробуждения гоблина и активировав крюк, мы идем к Тадиусу, квартал Мерзости. В тот момент, когда мы его убьем, появятся небольшие железные вставки, небольшие железные крюки. Мы можем за них цепляться своим собранным крюком. Забирая все выше и выше, мы доберемся до гоблина. Мы пробудем его с помощью Святой Водицы, мы сделаем у него квестик, и теперь мы можем пользоваться всем его ассортиментом. Не стоит бояться. Изначально тоже немножко так побоялся, подумал, что каждый раз придется прыгать. Моб после выполнения квеста будет находиться в начальной точке Накс Рамоса. В тот момент, когда мы там разбегаемся по разным кварталам, в этом центре будет находиться гоблин. Поэтому дальнейшее с ним взаимодействие будет очень и очень легкое. И если мы глянем на ассортимент этого гоблина, то увидим, что с целью покупки любой вещицы требуются жетоны сделки со смертью. Это новый предмет, который будет у нас валяться в сумках. А чтобы его получить, нам нужно выменивать либо 10 камней захватчика плети на один жетон сделки со смертью, либо один камень оскоренителя плети, который падает с боссов Накс Рамоса, на один жетон сделки со смертью. Само собой, если у нас есть твинки, то мы можем ускорить сбор различных предметов. Например, для того, чтобы сделать коняшку, я прошел двумя персами, поменял камушки оскоренителя плети на жетоны сделки со смертью, и завтра на стриме иду делать коняшку. Как-то так. Чем больше у вас твинков, тем больше вы себе можете позволить. На этом все. Это первый этап открытия всех секретов в Накс Рамосе. Разблокируйте гоблина, и в следующих видосиках мы поговорим о коняшке или о чем-нибудь другом. Дайте знать в комментариях, о чем вам хочется услышать быстрее. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!